коллеги я вас приветствую сегодня отличный день чтобы творить творчество в виде творчества сегодня буду делать рефакторинг ну вернее даже код review и мне попался интересный проект ну вернее даже один метод в одном интересном проекте и этот метод я хочу сегодня с вами видоизменить попутно объясняю что к чему я думаю что это будет полезно если будет полезно пожалуйста пишите комментариях ну и как обычно прошу вас подписаться если вдруг не хотите пропустить новые видео не забудьте про колокольчик тогда будете получать уведомления ну и в общем перед тем как начать хочу сказать что я создал новый проект скопировал в него этот контроллер немножко видоизменил методы то есть название методов чтобы абстрагироваться от реального проекта ну и давайте переключимся вижу студия покажу что у нас есть на начальном этапе и так коллеги перед вами проект как я сказал здесь есть контроллер которая скопировал ставил здесь есть папки которые тоже пришлось скопировать потому что они используются в этом проекте я скопировал некоторые view модулы некоторые dto так сказать base to ну и в общем некоторые где-то туда же сервисы есть и менеджеры ну и давайте начнем по порядку а именно вот с вопроса номер 0 но мы же программисты мы же все всегда отчет начинаем с нуля ну и вот вопрос номер 0 который говорит о том что вот на русском языке комментарии смотрите коллеги на самом деле это не хорошо неплохо это просто по-другому я точно знаю что можно и лучше для меня во всяком случае писать на английском языке во первых работает проверка орфографии во вторых в общем более на мой взгляд информационный язык английский он компактный на мой взгляд опять же в отличие от того ну что по-русски до описать для того ну опять же до камень когда вы сделаете если вдруг захотите сделать документацию на английском языке она ну в общем смотрите тут сугубо личное предпочтение но вот то что но на английском языке мне кажется это было бы проще для понимания я это комментарий ударяю а изменяет название я не буду дальше следующий у нас по счету номер один ну вот опять же смотрите речь идет про информативность у этих вот комментариев да я скажу вам точно что вот это вот нифига не объясняет что это такое менеджер дашборда но это как бы и так менеджер дашборда да то есть абсолютно бесполезный комментарий я думаю что на этом тоже все понятно я не буду его править пусть остается на совести тех кто его написал дальше у нас есть еще комментарии который интерфейс пишет что он интерфейс а собственно говоря реализация пишет что он реализация интерфейса тоже да я думаю вы стану согласитесь абсолютно бессмысленный комментарий который ничем не помогает дальше следующий у нас за номером 2 и это вот о чем смотрите друзья на самом деле и на мы так сказать есть на видео на канале который объясняет почему и нам и все-таки лучше используется значением по умолчанию я здесь напишу но он или там он дефайн ты ли еще какой-нибудь там значение то есть и в общем давайте наверно вот это для начала уберу и покажу вам смотрите я сейчас запущу проект вот смотрите открывая команду и первое что у меня даже независимости от того что ничего вообще не выбрал у меня уже выпадающем списке стоит первое значение то есть не введя ничего я нажимаю execute и у меня показывается вот версия 100 наверное для начала нужно объяснить что за проект давайте попробую рассказать то есть есть какой-то команда которая собирается вообще на самом деле это такой прокси микросервис который объединяет себе несколько микросервисов и здесь просто выполняются некоторые команды которые дальнейшем отправляются на другие сервисы а этот прокси сервис реализуется для того чтобы юай ну мог просто командами отбрасываться эти команды могут добавляться удаляться и все такое ну и как я уже сказал вот в данном варианте я не выброс ничего нажал execute у меня команда выполнилась правильно в данном варианте это хорошо но существуют варианты когда например вы используете mvc форму и да там даже не введя ничего если вы выберете какой-то view model то первое значение по умолчанию даже если программист не захотел его использовать даже если пользователь не выбрал этот конкретный вариант выпадающего списка он уже автоматом подставит валидное значение то есть а если у вас будет валидация то очень легко эту валидацию пропустить в общем где-то есть видео на канале который объясняет почему ну желательно так не делать и поэтому я сюда первым добавляет первым делом добавляю но он ставлю запятую и в общем-то посмотрите опять же комментарии так у меня стоит авто рестарт я восстановлю комментарии на русском языке но смотрите если это команды то я бы предпочел здесь вписывать но вот такие варианты да то есть не просто вершин потому что я вижу что здесь мы получаем версию здесь мы видимо так давайте вот эту галку отключу и скажу вот таким вот образом здесь видимо отправка да ну вот get получение версии вот просто изменение самого тайпа да то есть изменение типа уже говорит о том что мы делаем отправка но я бы тогда сделать здесь сэнд новых прайсов клиентов ну да в общем то тоже комментарии тогда получается здесь абсолютно ненужный и далее билинг так ну get наверное билинг какой-нибудь видимо получение каких-то платежей я не знаю и здесь получение да вот вместо того чтобы писать комментарии можно было написать get склад но опять же я считаю неправильным использовать русские буквы в английских словах можно написать давайте я сделаю для начала ренейм рефакторинг чтобы она везде изменила а теперь сделаю ренейм ну склад есть нормальное английское слово сток или там вархаус какой-нибудь да или что там я не знаю еще какие там гудс наверное то есть да товары ну пусть будет сток ну в общем я рекомендую не использовать русские названия опять же сугубо личное предпочтение я я вот так удела и так у нас 2 ищу тоже закрыт вот вот так вот это примерно должно быть команда типа get version сен прайс из get билингет стоп мне кажется кажется ну или даже не сток мы не сам стак сток получаем я бы наверно даже вот так то переименовал бы get сток инфо хотя обычно рекомендуется один два слова ладно пусть пока останется так это другой вариант так дальше следующий у нас на очереди номер три здесь синтаксические ошибки но в общем то вот о чем я говорил данные до 2 м платье хам ну в общем даже если вы по-русски напишите установите проверку синтаксиса есть сейчас в библиотеке extension для visual studio который позволяет это делать ну в общем мы просто сам в общем смотрите тут сугубо личное предпочтение я тоже менять не буду но скажу что как сказать по-русски то к чему это влечет то есть есть некоторые нюансы опять же смотрите здесь у нас а и даже борт менеджер ну давайте назовем не склад а сток ну по-русски не будем писать сток ну вот какой-то там сток статистика по статистика ну вот статьи статистик ну ладно пусть так называется дальше номер четыре и здесь а ну вот он тут же рядом я его уже кстати переименовал да опять же не рекомендую ни метода ни свойства не писать английскими буквами в общем это выглядит по-дурацки дальше номер пять и здесь у нас я сделал переименование давайте посмотрим какие у нас сент прайс из и здесь я сделал что-то такое тоже нет билинг хорошо и теперь пятая строчка вернее 5 ишь его у нас вот тоже название методов билинг что билинг давайте переименуем его и напишем get билинг инфо или еще что-то здесь теоретически тоже должно быть что-то типа get сток в общем я думаю что тут тоже понятно вопрос закрытый давайте я его сохраню и 5 у нас еще остался а вот он давайте тоже удалю так следующий дать все по закрываем следующий у нас номер 6 так здесь у нас смотрите ну во первых аппликейшн да давайте покажу о чем идет речь у нас есть статичный класс называется аппликейшн здесь есть версия где-то видимо он тут у нас используется в контур нет видимо не попал в твать в контроллер перескочим вот аппликейшн почему я не рекомендую использовать зарезервированные в общем-то классы аппликейшн потому что вот смотрите сколько у нас есть аппликейшн в которые в общем-то так или иначе пересекается с этим я рекомендую себе в частности называть вот такие вот классы подобные как-то в общем как-то уникально да для проекта или для себя я обычно называю вот такие вот примерно данные апп дата ну в общем это и в темплейтах у меня есть и это вряд ли где-то еще встретиться не говоря про то что там namespace этим можно конечно управлять но тем не менее если вы поставляете сборки или какие-то переносить файлы и так данным спейс могут разрулиться не корректно и это просто из опыта вам говорю и так это тоже как бы закрываем следующий у нас номер семь так что здесь не так я написал абстрактный да смотрите у нас от этого класса наследуется некоторое количество дт о ну во первых naming convention ну не знаю но не нравится мне когда дт о заглавные буквы я бы сделал как минимум этот класс абстрактным я бы минимум его назвал наверное вот так вот дата а смотрите название папки название класса совпадает в общем то с этим то и связано вот почему я хотел вам это показать сейчас один момент вот таким вот образом я поступлю например вот прайс и вот почему подставляется дэйс чтобы бэйс чтобы определить в какой папке он поэтому да я переименую его не бэйс наверное а какой нибудь так это да то пусть будет бэйс ну вот так вот например да хочу чтобы он переименовал все и теперь вот здесь здесь билинг дата бэйс ну здесь наверное уже это не нужно да сделаем вот таким вот образом и здесь проделаем ту же самую операцию хотя наверное может быть она но во всяком случае она точно играет прайсен дата бэйс хотя бы и тут вообще на самом деле не нужно все равно переименовывать давайте переименуем и файл в том числе это ринейн и и здесь тоже лишнее что-то и на переименовывал плари факторинг и и ринейн файл тоже сделаем здесь я проделаю ту же самую операцию ну опять же смотрите склад дата на самом деле не очень красиво звучит давайте я тоже назову его сток да что такое сток дата вот так вот пусть будет и конечно переименуем файл в общем для красоты так дальше еще раз абстрактный значит здесь должен быть протект от здесь у нас свойство тоже должен быть вообще name не пусть будет протект от чтобы можно было до него достучаться что этот класс делает но в общем-то ничего кроме того что выводит в даем свое название это я тоже как бы изменил там у людей немножко посложнее здесь делаем ринейн файл в общем ну смотрите опять же место положения папок мне этот бейс он лежит в корне проекта и я думаю что это не совсем правильно почему во первых у меня бейс может быть вот здесь и вот этот класс как раз к этому бейс относится бейс у меня может быть и к энджину то есть какие-то энджин тоже наверно инфрастракте нужно называть давайте этот бейс перенесем бейс потому что это базовый класс для этих объектов вот именно этой папке он и служит как базовый здесь у меня я обычно инфрастракте называю и соответственно давайте я тоже здесь быстренько все переименую для папки вот в этой папке у меня тоже на самом деле может быть так давайте все лишнее по закрываем вот так вот сейф и коз мне в этой папке тоже может быть какая-то базовая реализация если вы базовую папку вынести в корень проекта то представьте что у вас в этой папке которая будет база будет со всех папок собрана в одну дать им там какие-то базовые это ну в общем я предпочитаю это разделять есть у меня есть для твои там бейс вот он лежит и я думаю что понятно объяснил так еще раз смотрим на что у нас на на седьмом я думаю что можно убирать хотя в принципе можно было бы здесь и комментарий какой-нибудь написать но иные у меня но это уже мелочи бог с ним это неважно и так номер 8 следующий так давайте к пятому вернемся нет я просто не удалил извиняюсь такс номер 8 теперь а ну это вот те самые бэйс каждой папки да я его про него раньше рассказал и далее у нас номер 9 но здесь на самом деле все проще все проще простого у нас есть 404 результат который мы можем обрабатывать но в реале его здесь нет поэтому это как бы ошибка обман пользователя который будет использовать ваш метод и это тоже неправильно ну и наконец самый интересный десятый вопрос который у меня возник это open close нарушения в общем что это такое ну предположим что это работает очень четко и правильно но если мне появится какая-нибудь дополнительная команда мне придется делать следующее я должен каким-то образом скопировать каким-то образом скопировать здесь выбрать новую команду которая там будет сделаем не что-нибудь ну вот что то такое да и здесь нужно будет написать реализацию другими словами это нарушение принципа open close но если помните это solid там второй по очереди напомним что такое open close это как вы помните объекты должны быть открыты для расширения закрытые для изменения то есть в данном варианте я метод экзекьют буду изменять а мне это в общем то я совсем даже не хочется делать нарушать этот принцип в общем другое дело смотрите если у вас есть какие-то ну с другой стороны опять же да я сейчас пытаюсь обмануть если у вас есть такие методы которые никогда меняться не будут или там и нам и который в общем то никогда не добавится не изменяться это один вариант но с другой стороны никогда не говори никогда все может конечном итоге изменится и лучше все равно правильно писать код я не знаю как на самом деле поступить в данном варианте в общем то ревью так как таковое я уже провел но с другой стороны хочется показать как как бы я допустим реализовал эту ситуацию вот без без нарушения этого open close принципа ну давайте я его все-таки удалю отсюда вам и давайте я напишу это наверное займет время но тем не менее я хочу показать как можно сделать в общем то вот эту вот функциональность так давайте это тоже отключу давайте запустим проверим что это собственно говоря как это работает что она делает и я попытаюсь по-быстрому объяснить как это можно реализовать без нарушения этого принципа так у нас есть метод мы выбираем try я выбираю вот get версия но у нас тут один появилась я пишу какой-нибудь send price и в общем то что у нас тут ну видимо price и улетели это видимо команда get billing ну вот она пустой класс возвращает да потому что у нас там заглушка стоит и здесь тоже пустой класс то есть это get а это в общем то send и здесь у нас тишина вот вот так вот это примерно работает ну давайте я попробую показать как бы вот этот функционал реализовал бы я если передо мной стояла такая задача итак для начала давайте сделаем следующее я бы хотел сделать здесь папку которую бы называл actions и теперь я сделаю здесь новый файл ну пусть будет версия версия пусть будет вот так вот ну потому что версия возвращает у меня стринг ну кстати здесь совершенно как бы непонятно здесь возвращается объект здесь возвращается ничего здесь возвращается контент здесь новый контент в общем на самом деле это неправильно давайте договоримся что мы будем всегда возвращать string ну или bad request и для начала я хочу здесь сделать что я хочу чтобы меня здесь был какой-то query да ну давайте сделаем таким образом пусть у меня здесь будет query это будет базовый класс я пока оставлю пока здесь так и он у меня будет конечно же абстрактный и здесь я хочу сделать чтобы у меня ну для начала я бы переименовал command type в command name здесь по большому счету именно name используется команды то есть название так get trolley это все нормально теперь нужно файл переименовать алины вот и теперь я бы в это вот буквы ли бы сказал по что мне этот qr ну давайте так паблик алины command name и сделаем такую штуку get не 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 command name таким образом получается что у меня каждый query который будет использоваться но потом в дальнейшем он будет обязательно должен указать название команды которую он будет использовать так здесь у меня получается get version пусть будет здесь . запятой так это для начала дальше я хочу чтобы у меня здесь ну я не зря переименовал я хочу здесь создать еще команд type c-sharp который как раз будет и нам и этот и на им будет но он также он будет иметь значение куэри и еще команд понятно да то есть куэри будет возвращать какие-то данные а например команд вообще ничего не будет возвращать просто ну просто так вот просто так он будет работать так берем лишнее и в куэри так в куэри мы поставим паблик здесь у нас так у нас получается куэри команды давайте сделаем еще по-хитрому control д здесь делаем еще команд у меня теперь есть команда здесь командный так ну во первых так секундочку короче пришло время для интерфейса давайте сделаем интерфейс который называется паблик интерфейс называется i can execute ну например как вариант и здесь тогда будет как раз командный и команд type для того что определить какую команду и мы дергаем и какого она типа это тоже будет type вот такой интерфейс получился и теперь соответственно у меня вот это уже не нужно у меня вот этот интерфейс будет i can execute да хочу все хочу на и командный у меня будет абстрактный потому что я буду реализовать его в дальнейших классах то есть в наследниках а команд type у меня в данном варианте будет конечно же и куэри а не здесь у меня команд а здесь соответственно так так вот куэри а и кэн экзекьют то же самое и здесь у меня type как раз уже будет команд ком здесь будет как раз куэри упс то есть я сделал что у меня есть и команды и куэри они будут иметь одну разницу по вызову то есть эти будут использовать так эти будут использовать экшен а эти будут фанк давайте это в общем-то и запишем паблик ну вообще конечно протекшен ой протект от давайте абстракт так так вэри значит фанк то есть будет возвращаться какой-то результат и давайте напишем таск и внутри напишем стринг ну вот такой вот и здесь напишем экзекьют ну пусть будет экзекьют ну раз то нет но это у нас экзекьют без параметры добавим пусть будет обжиг наверно ну пусть будет да пусть будет обжиг аркс ну вот так вот как то а здесь давайте для протекта доведем где то здесь еще будет у нас протект так абстракт это будет экшен и наверное ну пусть будет тоже экзекьют ну и все здесь мы ничего не будем делать если бы я захотел какие-то параметры передать в экшен я бы здесь написал в этом object ну я не буду писать итак у меня теперь здесь нет реализации есть выражен который по большому счету должен вернуть что так данном варианте я хочу вернуть то да это мне будет таск но для начала риатурн таск они давайте напишем правильно здесь у меня должно быть вот так это же экшен и здесь равно таск from резалт и здесь есть об да там кстати его не переименовал об да там файл у меня где да так и называется аппликейшн ренейм отлично закрываем вот и теперь у меня это экшен даже можно вот так сделать красиво то есть у меня квэри возвращает version то есть конкретная реализация это можно перенести ну давайте в инфраструкции нет мне экшен вот к вопросу о папках бэйс и вот здесь можно перенести в папку бэйс и команд и вот этот вот айкон экзекьют я пытаюсь по-быстрому писать чтоб поменьше занять ваше время и поэтому прошу прощения если что-то где-то как-то ну не доделывали еще что-нибудь типа этого и так у меня свежим теперь его можно дернуть но смотрите у меня аквари он наследник айкон экзекьют соответственно я могу открыть стартап и вот здесь сказать что я теперь хочу в сервисах зарегистрировать transient в данном случае айкон экзекьют и version query вот он и вот так вот и поставить то есть я для экшенов пачка у меня я зарегистрировал зарегистрировал qwery теперь раз у меня здесь пачка qwery я опять же по-быстрому здесь сделаю инжект но я буду инжекте сразу ай и номера был потому что у меня этих реализаций будет много а я номер был айкон экзекьют это будут экшенс пусть они так и называются запятали тентр пулай да хочу и теперь у меня есть так вот вот экшены которые я могу здесь дернуть ну давайте пока вот это закомментирую контур кац и вот здесь скажу вар допустим экшен равен экшенс сингл давайте все 100 дефолт хотя конечно лучше сингл чтобы мне не было дубликатов реализации но я напишу так и теперь у меня здесь name name равно команд команд мне будет сюда как раз приходить и дальше конечно же должен давайте так не буду ну лобу пропагейшн так сказать использую экшен такс у меня теперь здесь не хватает где cute ну вернее у меня это айк вы либо ой айкон экзекьют мне нужно перевести зависимости от типа к определенному давайте так напишем есть ним экшен из ну то я сделаю bad request ну даже несмотря на то что это не самый лучший вариант как я говорил в начале но я просто по-быстрому хочу сделать при турне я хочу концепцию показать там дальше уже по-другому будет дальше смотрите у меня в экшена есть тип и я могу его сделать switch action команд type здесь могу вот так вот сделать командой 0 здесь я могу тоже сказать что это невалидный тип и теперь мне остается сделать следующее мне нужно чтобы так мне нужно чтобы вот здесь было вызван экшен который придем к вере и я тогда скажу пусть будет карант какой-нибудь собственно говоря неважно как он сейчас называется и назовем его так экшен а с куэре у меня же 10 коль и его однозначно здесь уже получил так и здесь я смогу его да наверно все таки я зря сделал протект от мне он здесь нужен как паблик я же буду приводить к нему и теперь у меня здесь появляется экзекьют и собственно грамм если нужно передать аргумент у меня здесь аргументы будут параметры ну если параметров нету будем передавать стринг не давайте маленькой буквы напишем string empty да вот так хорошо и теперь у меня корренд мне нужность упс коррент action у меня будет экзекьют и инвок ну и в общем-то вар резалт давайте так вот напишу равно экзекьют и здесь я напишу ретурн ну давайте так вот окей приведем к общему знаменателю резалт ой ретрун очередной ретрун так ну вот каким то вот таким вот образом ой здесь неправильно здесь нужно ну так здесь у меня экшен уже есть поэтому давайте вот так сделаем вот ну и осталось в общем-то это проверить давайте запустим приложение нет войти здесь бряку поставим и посмотрим что у нас это все инжекте цен ага у нас тут есть ошибочка да это у нас здесь должна быть паблик 5 запускаем еще разочек открываем кнопочку нажимаем говорим get version нажимаем экзекьют и здесь у нас в 10 в 10 в 10 в 10 в общем я отпускают уж все и у нас здесь да мы получили task это не совсем верно давайте нажмем стоп и поправим немножечко код так это должно быть так 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 вот здесь здесь теоретически должно быть и white давайте запустим еще раз отлично запускаем get version здесь у нас в 10 в 10 в 10 и выполняем прилетели экзекьют и вейт старт и мы получили здесь как раз уже резал ну в общем вот этот вариант сработал теперь давайте остановим и сделаем следующий вариант теперь нужно сделать реализацию команды и здесь у меня уже команда есть я теоретически должен всего лишь навсего создать здесь так ну для начала нужно найти как она называется командный ну пусть вот так она контрол цена же называется здесь делаем кувыри здесь control d скопируем и здесь я напишу лист здесь команд здесь соответственно напишу команд здесь конечно же я выберу get верни send прайс лист и здесь у меня уже нужно вот это стереть все и сделать реализацию из базового класса такс ну и здесь в общем то что мне нужно сделать мне нужно здесь но смотрите как раз интересная штука мне нужно сказать что я хочу получить в контроллер там по моему если не до конца все стер да здесь есть customer service давайте вынесем в отдельный файл вот она и здесь я хочу учить customer service и так здесь у нас будет field ну давайте красиво сделаем дальше мне нужно здесь вызвать этот самый customer service prices но мне здесь нужно так мне во первых здесь task да да нет здесь не task здесь нужно сделать вот так вот так давайте подчеркивание поставлю нет 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 просто подчеркивание так что тут я разошелся подчеркивание дальше вот так и здесь как раз вот это должен быть и здесь ну все так так кажется я поспешил так должно быть вот и теперь получается что у меня ну так у меня сейчас получается что не получается давайте в customer service в конструктор прокинем а я логер который будет называется customer service делаем его вот таким даже вот таким но здесь я просто напишу логер лог инфо чтобы увидели что он отработал лог информейшон сет так теперь мы его можем закрыть а нам еще нужно зарегистрировать его в стартапе это делается тоже очень просто это будет где-то нет цент кто-то там прайс-лист команд и теперь давайте запустим эту штуку это можно закрыть и теперь выбираю другое с прайс запустили в 10 10 10 команда нашласть до нашлась дальше мы пришли а реализацию не написали это плохо давайте напишем реализация здесь будет попроще var action давайте здесь тогда назовем current нет здесь у нас будет не current а query вот здесь у нас action уже повторяется поэтому мы здесь команда нет здесь у нас будет command ой команд равен action а склон соответственно и он у нас уже не может быть ну так и я походу тоже сделал его здесь до протекты это неправильно вот и теперь мы можем здесь написать экзекьют и в общем то и все и здесь мы можем написать return окей ну команда у нас как говорится так вот совпадение да ну пусть будет давайте его как-нибудь назовем ну елки-палки давайте назовем его current вот и соответственно мне этот current нужно сделать инвок ну наверное этого достаточно давайте запустим так у нас есть какая-то очи пятка ну да конечно здесь он тоже должен быть паблик допустим это закроем и выполним метод теперь мы где мы находимся вот дальше 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 дошли до того самого момента получили выполнили дальше дальше здесь возвращаем резалт его здесь написано send отлично все отлично работает ну и как вы понимаете дальше по образу и подобию мне нужно всего лишь навсего ну скопировать названием и прокинуть нужные вещи в нужное место ну давайте сделаем так у меня version был вот такой я вас за дублирую в общем то здесь мне нужно сделать вот таким вот образом это будет квэри уже тип у него будет чё там биллинг пусть будет биллинг и здесь у меня должен быть другой результат я для этого снова сделаю кто так айтюна там дашборд нет дашборд менеджер менеджер хотя название не очень хорошие это все как бы на одном уровне поэтому я бы назвал это дашборд сервис и теперь мне нужно вот здесь сказать что ну во первых мне нужно у меня здесь будет таск это будет интересно давайте скажем менеджер что там гид биллинг и сюда нужно передать данные ну пусть будет аргумент ту стринг наверное да да и теперь мне нужно сказать что она возвращает таск я здесь скажу так давайте вот так вот это сделаем вот и здесь я хочу чтобы у меня был во первый хайсинг во-вторых wait ну и мне здесь по моему параметры какие-то должны приходить до данные аргументу стринг ну да здесь немножечко ну давайте сделаем так варли зал трав но вот этот вот и дальше сделаем в общем строку это нужно все перевести джейсон сериал лазер что там нас сериала из и как раз резалт но для того чтобы было понятно что мы реализуем здесь здесь у нас байдинг дата и он пустой да давайте сделаем какое-нибудь свойство опять же чтобы было видно давайте напишем string property какой-нибудь да и в конструкторе чтобы не задавать вручную скажем что этот property равен name ну name это из базового класса давайте так сделаем и и запустим нам нужно проверить что эта штука заработала в общем опять же я хочу сказать что это такая вот на коленке реализация конечно тут нужно делать кучу проверок поэтому не стремитесь повторить это но если будете повторять тогда учтите что много чего нужно еще доделывать здесь так у нас есть текст он нас нету экшена потому что я его создал но не зарегистрировал но это общеизвестная проблема как говорил одна моя знакомая в кривых руках и калькулятор зависает и здесь он дед биллинг к вере соответственно запустим еще разочек закроем выполним и дальше у нас тут и в 10 и в 10 до теперь action на нем вот он выполняется вот самый тот куэре резалт вейт и у нас на выходе как вы видите все получается ну не знаю иметь ли смысл дальше делать но те кто не хочет дальше смотреть выключаете вам всего доброго и пишите правильный код а те кому интересно давайте сюда вернемся и добавим последний детс ток но на данном случае это будет очень простой вариант так это qr мы можем в бейса закинуть команд можем бейзы кинуть и закинуть и но вот здесь сказать что у нас в отдельный файл положить и теперь в этом файле мы можем так вот за дублировать код и вставить последний детку или переименовать дальше мне здесь нужно указать get сток но и в общем то то же самое да ну давайте тоже этот get сток сток да то тоже добавим какое-нибудь свойство пусть будет такое же давайте чтобы они отличались я так по-быстрому сделаю и теперь в общем то нужно снова зарегистрировать это все get сток верим и запустить и проверить как это работает ну еще да да тогда конечно же это я не буду закрывать а вот это закрою смотрите я же тут выбрал query сток сток вот здесь нет не поменял да дед сток и здесь те же самые параметры ну ладно бог не в общем опять же повторюсь это такая концепция теоретически можно было использовать медиатор который дает более гибкую структуру ну правда вы немножко был дольше реализовывать и поэтому я это не стал делать ну а сам принцип такой чтобы избежать вот этого самого который open closet принцип забыл как называется то достаточно вот такой пример на реализации на давайте опущу и мы здесь увидим что у нас стоп дата как вы видите в общем все работает в общем и в целом я на сегодня закончил я думаю что надо заканчивать понятно что эта штука теперь нам не нужно ну и смотрите опять же повторюсь это один из вариантов реализации на самом деле есть и другие варианты можно это вынести и в кей в так называемый медиатор можно реализовать на базе рефлексии то есть создавать instance но тем не менее у меня теперь получается что я не ограничен контентом да многие могут сказать что здесь qr здесь команд а вдруг у вас появится какой-нибудь команд к варе и я от чего уходил к тому и пришел но согласитесь вероятность изменения вот этого гораздо ниже чем появление вот в этом списке вот в этом списке нового в общем там какого-то метода который будет или команд делать или к вэре вероятность того что добавится команд к варе еще какой-нибудь но не знаю вот сколько уже лет программирую и сколько уже десятков лет программирую кроме qr и командов больше ничего не встречал но с другой стороны да я ушел от одного от одной проблемы вернулся в другой поэтому в общем то можно было здесь реализовать рефлексии и другим способом приведения к типу но я думаю что меня простите так ну давайте заканчивать на этом все вам всего доброго пишите комментарии подпишитесь на канал и пишите правильный код а